Центральный городской пляж с первых теплых дней пользуется популярностью горожан. Здесь можно не только искупаться и полежать на солнышке, но и поиграть в волейбол, футбол, фрисби. Несмотря на то, что день рабочий, свободных мест немного. Спасатели проводят мониторинг отдыхающих и с воды, и на суше. В летнее время к ним на помощь подключаются представители БРСМ и сотрудники МЧС. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – это довести до граждан основные требования безопасности на воде, чтобы не было беды. Потому что праздник праздником, но хочется, чтобы он оставался именно таким красочным и хорошим. К сожалению, мы констатируем на данный момент, что на территории города Бреста зарегистрировано один погибший на воде. Ну а за прошлый купальный сезон, скажем так, купальный сезон 2018 года, также у нас есть гибель, и это цифра, скажем, очень большая. Шесть человек, которые погибли на воде. В качестве напоминания каждому участнику акции – памятка и листовка, а также рассказ о том, каким последствиям может привести небезопасный отдых. Активисты БРСМ, активисты молодежных отрядов охраны правопорядка, они всецело разделяют, всецело понимают, что это такое, зачем это нужно. Потому что уметь, по крайней мере, оказать первую помощь нуждающимся, уметь оказать первую помощь людям, попавшим в происшествие на воде, должен иметь, в принципе, каждый человек. А мы с помощью этих акций совместно с МЧС обучаем их этому делу, учим, как правильно спасти человека, как правильно оказать ему эту первую помощь. Совместный летний патруль будет проводить мониторинги не только тех водоемов, где купание разрешено официально. В списке и запрещенные зоны. Как правило, там всегда есть компании, пренебрегающие правилами безопасного отдыха. Работа с этими группами граждан также комплексная и целенаправленная. Запрещенные места у нас с решением горисполкома перечислены. Эта информация вывешивается на сайтах, она есть. То есть люди ознакомлены, они знают. И, соответственно, предупреждены о том, что налагаются штрафы. Штрафы налагают, это уже органы правоохранительные этим занимаются, вставляются протоколы участковыми инспекторами. Мы, выезжая, предупреждаем людей. Если это ребята, дети какие-то, подростки, мы обязательно делаем звонки родителям для того, чтобы рассказать, где находятся на данный момент их дети. Что они без сопровождения взрослых не должны там находиться. Информируем также об этом. Если человек сам беспечно относится к собственным жизнью и здоровью, то в отношении таких отчасти безответственных граждан действует буква закона. За отдых в запрещенных местах человек может быть привлечен к административной ответственности. Понятно, если стоит табличка, что купание запрещено, то это делать нельзя. Первое, потому что не просто так устанавливаются такие таблички, значит, есть какие-то определенные опасности для жизни человека. Второе, может наступить административная ответственность за нарушение данного запрета. Для того, чтобы в целом прошел купальный сезон безопасности, надо соблюдать элементарные меры безопасности. И самое главное, всегда отслеживайте местонахождение своих детей. Еще одна проблема, с которой активно борются уже правоохранители, распитие спиртных напитков вблизи водоемов. Как показывает практика, пьяный человек чаще становится заложником своего состояния и не всегда может оценить силы и возможности. Проводя мониторинги пляжей, сотрудники Управления внутренних дел стараются донести для граждан основные нюансы правильного поведения на пляже, а также призывают следить за детьми у воды. Лето – пора впечатлений и эмоций. Для того, чтобы отдых не был омрачен печальными, а порой трагическими последствиями, правоохранительные органы, спасатели, сотрудники освода призывают граждан быть ответственными и не забывать о собственной безопасности. Продолжение следует...